Привет, девчонки! Покажу вам свой маленький заказ по текущему девятому каталогу. Ну, в общем, все, что заказала, получилось так, что это все не мое. Это все мне придется отдать. Вот лето, и вроде бы как бы ничего никому не нужно. Половину заказа я уже отдала, потому что там были купалки. Вы знаете, самый востребованный парфюм, несмотря на то, что он уже очень старый, это классическая Люсия. И в этом заказе у меня вот три экземпляра. Девчонки очень ее любят. Когда видят, что такая хорошая цена, всегда заказывают. И Инфинита. Инфинита тоже парфюм, который полюбили очень многие. Нежный, на лето, цветочный, хороший аромат. Вот. Два. Поза с Абсолют. Аромат граната он, наверное, всех пленил. И два экземпляра у меня девочки заказали. Я хотела заказать рюкзак себе. Посмотрите, какой он классный. Во-первых, он огромный. Это рюкзак-холодильник. Вот это отделение у него открывается. И здесь еще карман здоровый. Здесь он еще раскладывается вверх. Я не дотянусь с телефоном. Ну, и принт бесподобный, красный. Но так как я его заказала, хотела его оставить себе, естественно, у меня клиентка его отжала. Рюкзак очень бесподобный. У меня много таких аксессуаров. И плед, и матрас от Reflame, которому уже почти 25 лет, и мы все на нем плаваем. Поэтому вот такие штуки придется мне заказывать еще один. Рюкзак хороший, добротный. Я посмотрела, шит и прошит. Вообще никаких нареканий нет. Прошит очень-очень добротно. Ниточки никакие не торчат. И вот Reflame всегда старается с такими вещами. Поэтому всем советую себе его заказать. Вообще такие вещи для пляжа, для моря, для каких-то поездок они всегда гажаются. Тем более такой красивый принт. Так, ну еще что. Бочонки, бочонки, бочонки всегда девчонки заказывают. Вот набор, я его специально отодвинула, открыла. Клубничный, гранатовый и с розовым маслом в этом наборе. Они были по распродаже. Бочонок с яблоком, со смородиной. В общем, всегда вот эти смягчающие средства. Когда идут с распродажей, девчонки их заказывают. Масло чайного дерева. Вот честно скажу, не было еще ни одного заказа, чтобы у меня его не было. Потому что этот антисептик всегда, если Reflame, то масло чайного дерева. Его очень-очень любят. Оно не вонючее. Оно с ароматом лайма. И вот знаете, аптечное масло чайного дерева, оно очень сильно сушит кожу. И как-то, во-первых, у него очень резкий запах у аптечного. Вот Hermit Invest продают. Мне не нравится. А наше Reflame масло чайного дерева, оно, ну вот, эффект у него такой же, как у зеленки, у йода, да. То есть это антисептик. Но оно не так сильно сушит кожу, как аптечное. И очень многие берут его для детей, для маленьких. Вот сейчас лето, коленки, локти. Кто-то сбивает любые болячки, царапины, укусы комарины. В общем, палочка-выручалочка. И у меня не было еще ни одного заказа в Reflame, чтобы его у меня кто-нибудь не заказал. Всегда девчонки просят. Вот девочка заказала масло чайного дерева. Кальций. Кальций тоже. Сейчас идет со скидкой. Наш морской кальций Reflame бесподобный. Он, во-первых, даже у кого ренит и запрещен кальций, его, вот этот морской кальций, можно употреблять, потому что он очень щадящий. Мне нравится тоже. Вкусный, кстати. Сладенький. Вот такой вот заказ. А, ну еще помада. Вот в распродаже была, он колоровская помадка, вот эта дешевенькая. У меня оттенок розовый нюд. Девочка заказала вот такой. Сейчас я на белом покажу. Ну, темноват показывает камера. Нет, он, конечно, не такой, не коричневый. Он намного светлее и не уходит в ржану. Красивый очень оттенок. Вот такой вот заказали помаду. И получила я, получила и влюбилась. Получила я вот такие пробники. Будут новые парфюмы, мужской и женский, в следующем каталоге. Так, сейчас мы посмотрим, с какого числа. Будет с 10 июля по 29. Две недели теперь каталоги. И будет премьера вот этих парных ароматов. Девчонки, я правда влюбилась. Знаете почему? Потому что у меня в Reflame самый любимый парфюм Poses the Secret. И вот этот Grey T мне очень напомнил Poses the Secret. Но Poses the Secret пахнет для меня смородиной. А этот аромат, он, есть там оттенки смородины. Здесь заявлено, что мандарин, тубероза и белая амбра. Но где-то в серединке смородина вот очень хорошо слышится. И если спросите, чем пахнет этот парфюм, для меня он пахнет леденцами Монпассье. Вот копия. Очень вкусный. И мужской. Здесь ананас, герань и шафран, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, что мужской, что женский. Мне показался мужской вообще унисекс. Он сладкий парфюм. И мужской я тоже обязательно себе приобрету, потому что аромат у него необыкновенный. Он очень похож на женский. Он сладкий. Для мужчины такой парфюм – это просто роскошь. Вы представьте, если мужчина, допустим, надушен женским парфюмом. Вот мне кажется, он даже больше женский. Потому что вот эта сладость ананаса, она отчетливо слышится. В общем, парфюмы очень-очень понравились, потому что они будут манить всех. Очень комплементарные. И все, кто ловил пробники, приходили им в заказах, все сразу говорили, ой, по два буду заказывать. Сегодня у меня была клиентка, она послушала парфюм и сказала сразу мне оба. Ну, я себе тоже лично закажу оба аромата, потому что очень понравились. Ну, наконец-то, Арифлэм нас порадовала новинками. А то тут что-то все так уныло было, да? Какая-то распродажа, грант. Может быть, действительно перестройка, перетурбация какая-то. И будет все наладиться, будет все хорошо. И еще, девчонки, кто будет получать эти парфюмы, кто будет заказывать, напишите, пожалуйста, в комментариях, чье производство у вас стоит на коробочке. Потому что я обратила внимание, что приходят парфюмы разного производства. Вот давайте посмотрим, Люси, чье производство. Сфокусирую я здесь камеру или нет? Вот, смотрим. Я пока не вижу. А, Маден Палант, польская. Все-таки польские парфюмы, да? Все-таки идет польский разлив. Потому что поговаривают, что парфюмы для России будут делаться в России. Меня это, кстати, ужасно огорчило. Мне не хотелось этого, потому что я знаю, что у нас духи делать не умеют от слова совсем. И по стойкости, и по концентрации. Мне не нравятся наши отечественные парфюмы. Аромат, допустим, какой-то хороший, привлекательный, но не стойкий. А в Арифлейм парфюмы очень-очень стойкие. И, кстати, про новый Грейтер. Вы знаете, что пробники без спирта, да? То есть здесь добавлено только эфирное масло и что-то там, не знаю. В общем, без спирта. Поэтому всегда стойкость пробника ни о чем. Этот человек послушал аромат, познакомился и все. Но я сегодня вот намазала вот сюда, вот на тыльную сторону ладони пробник. После я помыла руки, и у меня остался этот аромат. Вы представляете, какая стойкость будет? Концентрация очень хорошая. Ну, это, конечно, обрадовало, разумеется. В общем, закажу, поношу и все расскажу. Ну, и буду очень рада, если вам понравилось это видео. Если я была чем-то вам полезна, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь рассказывать вам о новинках Арифлейм, потому что я очень люблю эту компанию. Работаю многими продуктами из Арифлейм. И все свои честные отзывы, что мне понравилось, что не понравилось, что купила для себя, что у меня заказали девчонки. Все всегда вам рассказываю. Стараюсь всех новиночки показывать сразу, которые получаю. Всех обнимаю. Доброго лета. И обязательно обратите внимание на этот классный красный и очень большой бесподобный рюкзак. Пока-пока.